Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим еще одно устройство для экосистемы умного дома Xiaomi PTX Switch. Он представляет собой встраиваемый выключатель с нулевой линией, который бывает на 1, 2 и 3 клавиши. Также рассмотрим беспроводной повторитель для него, который также бывает на 1, 2 и 3 клавиши. Для полноты картины для этого обзора я заказал максимальные трехклавишные версии. Модель PTX Switch 3 по количеству кнопок, напряжение от 100 до 240 Вольт, максимальная мощность для LED-нагрузки 200 Ватт, максимальная мощность на один канал 1000 Ватт, максимальный ток на выключатель 10 Ампер, интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц и радиоинтерфейс 2.4G для повторителя, шлюз не нужен. Приложение управления Mi Home. Повторители сопрягаются напрямую с выключателями, клавиша к клавишам в любой последовательности. Питание, батарейки, таблетки 2032. Поставляются выключатели в белых коробках без картинок и надписями на китайском языке. На выключателе указан логотип экосистемы Midsia. Сзади на коробках параметры устройств, по которым я уже сказал. Осмотр начнем с старшего устройства. Тут все в лучших традициях упаковки для китайского рынка. Коробки впритык по размеру выключателя. В коробке, кроме выключателя, имеется инструкция буклит и комплект для крепежа в квадратную монтажную коробку. Инструкция на китайском языке, но схемы подключения изображены в картинках, запутаться сложно. Коробка с повторителем аналогична, все впритык, ничего лишнего. В комплекте повторитель, инструкция и крепеж, в роли которого наклейка двустороннего 3М скотча. Инструкция также на китайском, но по картинкам можно разобраться, как сопрягать его с выключателем. Я покажу это чуть-чуть дальше. Выключатель рассчитан на установку в монтажную коробку 86 на 86 мм. Для энтузиастов умного дома Xiaomi она уже является стандартом. Особенностью этого выключателя является то, что клавиши нажимаются и снизу, и сверху. Каждая имеет по два параллельно подключенных микропереключателя. На задней стороне находятся винтовые крепления для подключения проводки, входящие ноли фаза и выходящие управляемые линии. Что интересно, хотя максимальная конфигурация PTX выключателя на сегодня 3 линии, корпус имеет отверстие под 4 линии, 4 пустая. Клавиши держатся на двух пластиковых шарнирах в зажимах по центру. Немного боязно их снимать и страха поломать, держится все туго, но пластик оказался достаточно прочным и не сломался. Как я и сказал, на каждую клавишу приходится сразу по два микропереключателя, сверху и снизу. Нажимают на них пластиковые лепестки, пока не знаю, как они покажут себя в использовании, но по крайней мере они дублируются. Сняв пластиковый держатель, получаем доступ к плате управления. Как видно, тут полно нераспаянных компонентов. На задней стороне платы находятся модули управления и разъем для подключения к силовой части выключателя. Судя по маркировке, в выключателе применен модуль ESP Vroom 02D на базе чипа ESP8266EX, имеющую PCB антенну. Это дает надежду на появление альтернативных прошивок для этого выключателя. Перейдем к силовой части. Она соединяется с логической при помощи 10-контактного разъема. За коммутацию нагрузок отвечают 3 10-амперных реле с рабочим напряжением до 250 вольт. Винтовые силовые разъемы достаточно массивные, с обратной стороны они хорошо пропаяны. Тут же смонтирован трансформаторный блок питания для низковольтной логической части. На всякий случай уточню, так как такие вопросы часто возникают. Без нулевой линии этот выключатель работать не будет. Повторитель разбирается похожим образом. Снимается каждая клавиша по отдельности. В трехклавичной версии необходимо установить сразу две батарейки формата 2032. Не знаю, как насчет версии на 1-2 клавиши. Батареек в комплекте нет, по крайней мере мне не пришли, а заботиться ими нужно заблаговременно. Подключим выключатель к сети электропитания пока без нагрузки. Перед тем, как подключать его к приложению Mi Home, рассмотрим сопряжение с повторителем. Клавиши, которые отвечают за неактивную в данный момент линию, имеют легкую красную подсветку сверху и снизу, в тех местах, куда нужно нажимать. Эта подсветка видна только в темноте и совершенно не напрягает. Для подключения повторителя необходимо нажать и удерживать нужную клавишу выключателя, пока индикатор подсветки не начнет мерцать. После этого нажать на желаемую клавишу повторителя. Клавиши могут быть назначены в произвольном порядке. И, например, на один трехклавишный выключатель может быть назначено сразу два повторителя, двух и одноклавишный. Теперь займемся Mi Home. У меня приложение сразу обнаружило выключатель. Напомню, что я использую регион Китай. Если выключатель вдруг не обнаруживается, нужно зажать любой из клавиш на 5 секунд, так, как я это делал при сопряжении с повторителем. Как это иногда бывает, мастер подключения не дождался появления в сети выключателя и отвалился с ошибкой. Я перезагрузил Mi Home и выключатель оказался в нераспределенной области. Кликаем на нее и присваиваем устройству нужную локацию. После запуска плагина выключатель обновил версию прошивки, причем дважды, остановившись на версии 2.04. Главное окно плагина дает возможность управления каждым каналом по отдельности, либо при помощи кнопок Open All или Close All, сразу всеми переключателями. Каждая клавиша можно назначить собственное имя. В настройках можно переименовать выключатель, отключить подсветку клавиш, дать доступ для другого Mi аккаунта. В меню Case Setting можно определить отдельную локацию для каждой клавиши. Тут же можно проверить обновление прошивок, вывести значок плагина на рабочий стол и открыть форму обратной связи. Что интересно, этот выключатель может быть и условием, и действием для сценария. В каждом случае имеется 6 вариантов – включение и выключение для каждой из клавиш. Возможности логической развязки клавиш от реле здесь нет, так что это не клик, а именно состояние самого реле. В действиях лично мне не хватает вариантов реверса состояния реле. То есть использовать выключатель с датчиком движения будет удобно. Тут за включение и выключение отвечают разные условия – наличие и отсутствие движения. Кстати, такой сценарий будет локальным и не зависит от связи с облаком. А вот поставить переключение реле по клику кнопки, например, не получится. Тут выручит только радиоповторитель. Использование в условиях позволит, например, при физическом включении и выключении обычной лампы дублировать это действие на умный светильник. Кстати, такой сценарий будет работать через облако. Как и следовало ожидать, включение линии с нагрузкой при использовании клавиш самого выключателя и радиоповторителя мгновенно. А вот при использовании приложения есть задержка, которая варьируется от качества канала связи с интернетом. Напомню еще раз, что радиоповторитель работает напрямую с выключателем и не зависит ни от приложения, ни от интернет, ни от Wi-Fi. Хотя токен устройства добывается несложно, я предпочитаю для этого Mi Home от ВЕВС, ссылка в описании. При стандартном прописывании свеча через платформу Xiaomi Mio, система выдает ошибку. На данный момент добавить выключатель в Home Assistant мне не удалось. Некоторую надежду вселяет то, что в комьюнити Home Assistant начались обсуждения по этому вопросу. И имеется даже ссылка на один из проектов Python Mio, в котором уже создали библиотеку для этого типа выключателей. Ну что ж, подождем, увидим. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!